Один юноша рассказал своему отцу о желании жениться на девушке, которая ему очень понравилась. «Меня поразила ее красота, очаровали ее глаза», — сказал он отцу. Отец ответил, что очень рад за него, и добавил, «Где та девушка, я хочу засватать ее за тебя». Они отправились к ней, но когда отец увидел ее, он был удивлен ее красотой. Он сказал своему сыну, «Послушай меня, сынок, эта девушка не ровня тебе, ты не подходишь для нее. Ее достоин мужчина, у которого есть жизненный опыт. Она должна выйти за такого, как я». Юноша был изумлен словами отца. Он сказал ему, «Нет, я женюсь на ней, а не ты». Они начали спорить. Затем отправились в полицию, чтобы там решить свой спор. Когда они рассказали свою историю начальнику, он сказал, «Приведите ко мне эту девушку, чтобы я мог спросить ее, за кого она желает выйти, за отца или сына». Когда же начальник увидел ее, он был ослеплен ее красотой. «Вы не достоинны ее, ее достоин человек, занимающий пост в городе, подобно моему посту». Теперь спор завязался между ними троими. Они отправились к главе этого города. Когда девушка увидела глава, он сказал, «На этой девушке может жениться только глава города». Но тут девушка молвила, «Я знаю выход из положения. Устроим скачки. Кто из вас первый схватит меня, тому я достанусь, тот и женится на мне». Она пришпорила коня и ускакала. Все мужчины помчались за ней. Неожиданно все мужчины свалились в глубокую яму. Подойдя к ним, она посмотрела на них сверху и произнесла, «Неужели вы не узнали меня? Я этот мир, Дунья. За мной гонятся все люди, пытаясь обогнать друг друга, забывая о своей религии в попытках догнать меня. Гонятся до тех пор, пока не окажутся в могиле, так и не получив меня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok